История обители насчитывает три столетия. Сюда приезжают паломники с разных уголков страны. Из храма Александр Лукашенко поздравил всех белорусов со светлым праздником Пасхи. Пожелал, в первую очередь, конечно, здоровья. Должен вам сказать, что в церкви я всегда ничего не скрываю. Вообще стараюсь не врать, хотя в политике это очень сложно. В церкви тем более. Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию. Особенно деревенские люди, особенно крестьяне. Мы эти вирусы переживаем каждый год. И все вы помните, как мы лечились от всего этого. Это природа, это лес, это свежий воздух, это нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Ну и все остальное. Люди постарше, да и помладше. Все это помнят. Крайней мере, я стараюсь так жить, будучи главой государства. Так живут мои дети. И дай Бог, чтобы все сложилось. Все так, как мы задумали. Я всегда говорил белорусам, и сейчас полторы в этом храме. Все это пройдет. Вот нет ни одного человека, который бы сказал, что это не пройдет. Ну вот скажите, кто так думает, что не пройдет? Все пройдет. А что будет после этого с нами? Я месяц назад вас об этом предупреждал. И нам надо подумать, что будет с нами после этого. Поэтому я, ну, знаете, одному трудно в мире особенно идти противотечения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться. Что мы должны работать. Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, сегодня начали работать. Начали открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнет до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Я исходил из одной простой мудрости, рожденной нашими людьми. Когда трудно, желательно стиль жизни не менять. Если крестьяне сеют и убирают, пусть сеют. Если рабочие идут на фабрику и работают, пусть они работают. В этих условиях не надо резко менять жизнь. Если дети идут в школу, лучше пусть они будут в школе. Они все равно, как в народе говорят, трутся в этой деревне друг от друга. Тогда зачем мы убираем их из школы? Там проще и вам, и нам проконтролировать детей. Да и учиться надо. Четверть короткая. Надо сдать выпускные экзамены, и кто-то пойдет в ВУЗ поступать. Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Я говорю, всякое может быть. Я не забегаю вперед. Но даже вы, люди вроде отвлеченные и настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках, и вы лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. Если мы пройдем этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. А вы, пришедшие сегодня в этот святой храм, впишите хорошую страницу в свою жизнь. Поэтому я желаю вам быть здоровыми, потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Я немножко разоткровенничался, ушел в сторону от традиционных празднеств в этот день. Но куда от этого денешься? Да и вы, наверное, ждали, что я что-то по этому поводу скажу. Не переживайте. Если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению, чуть-чуть, маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Еще раз повторяю. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию. Навстречу тому, о чем вы мечтаете. Берегите своих детей. Среднее поколение и дети должны поберечь наших стариков. Они ведь всегда нуждались и нуждаются и будут нуждаться в нашей защите, особенно теперь. Если мы будем вместе, все будет хорошо. Я только что сказал, что все народы мира страдают сегодня и от того, как нагнетается ситуация в этом мире, и от болезней. Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду. Зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть белорусы и украинцы, наши братья, живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Я также хочу обратиться к нашим соседям. Полякам, литовцам, латышам. И пожелать им скорого выздоровления. А также европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей, их советами. У них опыт очень большой. Всем, всем тем людям, которые живут мирно и хотят жить впредь так и дальше. Я хочу из этого древнего храма обратиться к белорусам. И поздравить их с этим светлым праздником. Самым светлым праздником в нашей жизни. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Мои любимые Рождество Христово и Воскресение Христово. Я уже говорил, когда я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства. Это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы вы руководствовались своими добрыми и светлыми принципами в своей жизни. И тогда он, увидев это, обязательно поможет. С Воскресением Христовым всех вас. Христос Воскрес. По традиции праздника Александру Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы-покровительницы. Она выполнена с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шилкографию ручной работы. В ответ Александр Лукашенко передал монастырю икону Воскресения Христово, ангелу, гроба Господня. Образ изображает сюжет, который стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке.